Плесецкое дорожное управление может лишиться контракта. Работу подрядчика, который отвечает за уборку и содержание улиц в Архангельске, вновь раскритиковал Александр Цибульский. Впрочем, время исправиться еще есть. Указания привести в порядок городские улицы, парки и скверы Александр Цибульский дает еженедельно, однако заметных изменений до сих пор нет. Вам нравится, что посреди областной столицы лопухи и репейники и борщевик растет в человеческий рост? Что надо сделать? Вам подарить газонокосилки? Давайте мы вам до конца недели 100 газонокосилок подарим. Вы хоть сможете, имея газонокосилки, организовать работу? Похоже, организовать работу по благоустройству города власти и подрядчик действительно не могут, а ведь впереди реализация куда более важных проектов. Вы же сейчас также будете делать и проекты по благоустройству планируете? Вы ветки сухие на деревьях можете просто проехать и обрезать все внизу, чтобы у вас в городе деревья смотрелись как в парковой зоне, а не как в неухоженном лесу. Ну это же не сложно. Вы можете кусты, которые спонтанно, хаотично растут, выкорчевать и сделать там газоны? Да что там газоны, ведь в этом году на ремонт дорог выделено беспрецедентное количество средств. Улица Володарского, сколько она будет перерыта и закрыта? Все, денег дали на ремонт улицы. Все вам помогли. Ну вы хотя бы можете следить, чтобы она у вас не два месяца перекопанная стояла? Работы и правда ведутся без оглядки на удобство жителей. Как говорится, за такие деньги можно и потерпеть. Что мешает? Скажите мне, пожалуйста, чем вам еще помочь? Ну раньше вы мне все время говорили, что у вас денег ни на что нет. Дали вам денег. Сейчас чего нету? Сил, возможностей, характера, чего не хватает? У администрации Архангельска есть неделя, чтобы наладить работу. Но похоже, чтобы быть чище, городу действительно не хватает чего-то помимо газонокосилок. Алексей Макеев, Регион 29.